доброе утро дорогие друзья вот опять настали теплые денечки у нас снег был кстати целую неделю то дождь то снег ну сейчас правда опять пауза небольшая три дня сегодня завтра послезавтра до 18 градусов и надо этим воспользоваться мы с вами сейчас поедем в строительный магазин и прикупим уже бруски что сделать обрешетку на стены вообще нам надо так там 14 здесь 12 26 26 брусков 2 метра двухметровые на 4 на 6 вот такие бруски стоимостью по 2 евро за кусок я помню было так ваш уже подорожал я слышал в россии очень быстро строительный материал дорожает последнее время думаю что у нас он тоже будет дорожать мы посмотрим в прошлом году я купил завойра 99 сейчас глянем если он вообще этот брус та ли там цена ну какая бы ни была придется брать все равно не бросать же посередине благо что ну здесь я здесь живу где все очень 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 близко то есть нам чтобы поехать купить троишки не надо ехать в лес поехать по хорошей дорожке и приехать в магазин тонн мы с вами уже там были мне кажется но нам не дали снимать попробуем в этот раз в тихушечку да и не забыть шурупы шурупы надо не забыть шурупчики без шурупчиков мы как бы никак так вот это он надо выбрать место где нам покороче путь будет с нашими дровами короче это будет вот тут сейчас тут вход там выход все подразделили так есть местечко одно одно местечко даже два потому что хорошо встанем вот так вот и бруски которые нас интересуют вот они так ойра 98 а если 20 штук то ойра 90 ну я возьму 26 поэтому так ну что ж начнем мы грибать наверно вот нагрузили ну я думаю моя пластичка выдернет не такой уж большой грудь сухое все постарался выбрать попрямее меньше сучков ну что удалось пошли за шурупчиками так взял шурупы ну в общем то это деревянная шурупа это родится картону но те которые для дерева они стоят ровно столько сколько стоит опачка поэтому для уголков я думаю подойдет поехали покупать так тут куча всего конечно но мне нужны вот такие 8х80 для крепления реек полу более-менее надежного поэтому возьму их стоимость тоже 10 евро так ну вот загрузили кажется не так уж много отлично и дверь закроется не надо будет бояться что я их потеряю поехали так ну что ж поехали таперечи давай какой трактор стоит интересно гляньте прям красота ну что еще 66 евро мы затратили ну я вам уже говорил что подобный домик стоит который я строю от 1300 вот он до 1600 если будут дополнительные окна но они у меня будут с поэтому на сегодняшний день расходных материалов ну где-то 350 евро я потратил пока 350 ну и вот это вот уже полностью обрешетка и стены у меня доски есть я еще в прошлом году прикупил то есть это уже позволит поставить стены потом нужно будет с крыши разбираться ну там наверно так же уйдет 150 я должен в принципе я должен в 500 уложить то есть одна треть получится от того до меня можно было бы купить скажем так железный ну ну представьте себе работать допустим в железном сарайчике низким под метр восемьдесят нагревающийся до шестидесяти градусов внутри кому это нужно мне нет поэтому и даже если понимаете если я заплачу 1300 вот за такой домик я должен его все равно сам собирать мне привезут просто доски мне уже никто собирать не будет вот то есть так же доски так же там шурупы будут там вот все и надо будет закручивать прикручивать и в общем работа все равно уйдет так же крышу перекрывать крыша там перекрытие совсем дешевое просто кусок этого губероида а я хочу более красиво сделать ну посмотрим это я много чего хочу но скорее всего в этом месяце я уже затратил определенную сумму выше я уже не прыгну иначе мне кушать будет нечего ну да пенсия моя не рассчитана на строительство каких-то там домиков она рассчитана на выживание и все поэтому приходится где-то урезать где-то подрезать но ничего раз я замечтал такое дело то я это сделаю все равно хоть за два месяца хоть за три неважно рано или поздно мы в этот домик зайдем и порадуемся вместе есть одна опаска это соседи дело в том что по правилам я могу иметь один домик да на садовом участке он у нас уже там есть и один допустим как они называют версию чтобы то есть для инструментов ну куда там закатывать машины для стрижки травы и так далее он у нас тоже есть если соседям покажется что я делаю еще один садовый домик а я делаю садовый в общем то он будет выглядеть как садовый домик хотя это мастерская но с окнами с дверями не превышающие там четыре квадрата метрах да то есть ну видно что маленький ну соседи есть соседи нам не нужна полиция ребята мы живем в Германии у нас вместо полиции соседи есть вот вот поэтому нам нафиг не нужна Росгвардия в четыреста тысяч зачем у нас тут миллионы соседей вот ну сейчас припаркуемся я начну перетаскивать это все так складировать мы это дело будем за домом вот там поэтому дорожка короче чем в мою дверцу ну хорошо вот сюда поскладываем а это вот тот сарайчик про который я вам говорил можно купить в комплекте за по-моему 300 евро плюс доставка ну представьте себе как тут работает да вот в таком помещении нет конечно поэтому я себе и строю своим ну пойдем еще заберем парочку посылочек ну как видим тут все хорошо практически спасли пол от дождя и снега завтра мы с вами уже точно продолжим сегодня надо кое-какие дела по хозяйству сделать сами знаете то борьбу сварить то хлеба спеть ну всего доброго вам друзья пока до завтра до завтра